Привет, мои хорошие! С вами Селена Свой. И сегодня у нас влог для мамочек беременных, для будущих мам, для тех, кто планирует стать детьми. В общем, по запросу видео меня просили рассказать просто о ребёнке. Всё, уход, что он ест, как вообще, что носит, режим сна какой. В общем, я тут обложила себя всякими штуками, которые бы хотела показать. Ну, вкратце, да, вот так и сказать. И вот подсказочка моя, что конкретно тут хотели сказать. Ну, в общем, питание, режим и уход. Давайте начнём с питания. Первое, что мы пробовали с питания, это, естественно, грудь. Естественно, я кормила грудью до трёх с половиной месяцев, до четырёх почти. И просто у меня уже заканчивалось молоко, потому что просто у меня не было времени питаться нормально. И реально оно начало заканчиваться. А было его очень много и прям даже оставалось. Вот. Потом мы перешли и начали докармливать, потому что уже не хватало семи лаком. У нас с детства была аллергия на лактозу, то есть он начал шелушиться весь, да. То есть такая кожа у младенцев, она должна быть супер-мега-мягкая, нежная, классная. А у нас была такая шершавенькая. И я уже что только не перепробовала. И купала его в специальных, там и мазала всем подряд. Ничего, пока мы не отказались от лактозы. Я покупала ему безлактозный нан. А, покупала сначала семилак гипоаллергенный, там не было лактозы. Ну, у него такой отвратительный запах, просто кошачьей еды и собачьей еды. Я сама... Он как бы его и меньше начал есть, и мне вообще не нравилось. Я думаю, мой ребенок не получает удовольствия. И я думаю, попробую что-то другое. И мы перешли на нан. И вот я его до какого-то возраста, до полугода, наверное, и кормила его безлактозным. Или пять месяцев, да, где-то вот так. А потом мы перешли на лактозный, и уже все стало нормально. А сейчас мы уже двоечку, вот. Я уже покупаю такие большие, потому что мы быстро все это выпиваем. В общем, нан двойка у нас, то, что мы едим в основном, да. Начали с еды, да. Также мы едим кашку. Вот, то есть сейчас нам восемь месяцев. Сейчас мы едим. Пока он спит, я просыпаюсь, там ночью я его кормлю. Естественно, я даю ему смесь. На ночь я ему даю смесь. Утром мы встаем, я ему делаю кашку. Кашку я... Ну, вот такую, например, да. То есть ему нравится с разными фруктами. Он не любит безмолочную кашу, я уже даю ему молочную. И, в общем, их много разных. Вот одна из любимых. Это я вам показываю сейчас. Одна из любимых. То есть он любит, чтобы там сладенькая она была и много всего было намешано. Раньше я пробовала кашу эту давать. Ему сначала с ложки. Но мы были полностью все в каше. Это просто невозможно. Больше всего, знаете, это нужно привыкнуть. Когда ребенок, вот реально ты его кормишь, оде... Никогда нельзя чистым его сажать. Кормить все. Это руки в рот, ноги в рот. Это все капает, падает. И вообще просто грязь такая вокруг. Иногда у нас получается очень аккуратно есть. То есть прям даже бывает неодеваемый слюнявчик такой, да. Слюнявчик еще показать надо. Фух, 300 раз уже сбегала. Принесла то-то-то-то, надо показать. В общем, слюнявчики пробовала. Вот такой купила. Думаю, да, это как раз-таки для него. Потому что все летит, чтобы потом, знаете, не стирать, ничего, помыл. На самом деле, нифига, они слюнявчики не любят. Я не знаю, во всяком случае, мой ребенок слюнявчики не любит. И вот это вообще просто выброс денег. Но она и стоит недорого. Она там 70 рублей, что ли, стоила. Самый лучший вот такой вот. То есть он здесь тоненький, марлечка, да, такой цветной. А с другой стороны просто вот такой вот так. Не смотрите на руки, это автозагар, избавляюсь. Вот такой вот клеенчатый, да. Он очень быстро сохнет, то есть сразу после еды. Он и его не любит, снимает. Он даже грязноватый у меня немножко. Вот. А еще хотела сказать, что самая лучшая ложка вот такая. Я купила ее в Ашане. Их две штуки продаются. Она самая дешевая. Она самая классная. В нее набираются удобно. Она и в ротик заходит прям хорошо. И вот прям супер-пупер. Столько ложек было разных. Маленькие, неудобные какие-то. Короче, самая лучшая дешевая ложка в Ашане. Такая оранжевая. Еще надо будет купить. Что еще? А, потом я начала делать кашу густой. А, сначала я делала ее такой более-менее густой. Кормила, значит, все было в каше. Потом я девчонке советовали, как раз таки вот рассказывала, с бутылочки более жидкую делать. Ну, что-то она не идет. Я уже там и прорези делала в бутылке. Ну, тоже как-то не очень хорошо он ест. Сейчас я начала делать опять густую. Прямо достаточно густую, чтобы поменьше капало. Я его кормлю с ложки. Вот тогда он все съедает, как следует. Так он ест сто у меня, так он может стакан своего съесть. Вот. То есть поели мы кашку. Потом мы едим овощи. Овощи я ему либо готовые в баночке покупаю какие-то, да. Если я не успеваю что-то приготовить, а пора уже. Вообще я готовлю ему сама. То есть я накупила, бывает свежие, но в основном я накупила просто заморозок всех. Потому что когда я искала брокколи, мне сказали, да, возьмите лучше, заморозки. Это будет лучше, потому что сейчас брокколи нету сезонной, да. И она будет там какая-то не очень хорошая. Короче, я купила кучу заморозки и всего у меня там. То есть он все ест. И я бывает намешаю, разные миксы делаю, там картошечку, то-то-то-то-то. И у него получается такой прям супчик, суп-пюре. Также ему даю где-то 100, докармливаю его смесью. Даю вот такие вот огушки всякие, фруктовые. Он их очень любит. Также докармливаю смесью. Творожок даю уже, яичко, сейчас мяско у нас уже вошло. Картошечку с мяском даю и индюшка, и говядина. Вот телятина еще лежит, ждет нас. В общем, то, что мы сейчас едим. Да? Вроде бы все сказала. Дальше, что я хотела сказать. Ага, памперсы хотела сказать. Памперсы использую Мерис. Но сейчас у нас уже трусики, потому что он вертится, и памперс невозможно одеть. Поэтому мы перешли на трусики. И я вам скажу, что Мерис – самые лучшие трусики. И я не скажу, что они очень сильно дорогие по сравнению с другими. А эти все у нас лежат. Это Либера Аппенго. Просто ужасные. Так, хозяин дома проснулся, и мой личный хозяин. Дэнь. А сидит он. Теперь все внимание на него. И, в общем-то, снимать будет сложно теперь. Дэнь. Не мешай маме снимать. В общем, что у нас здесь. Так, ложка уже все, да? Побежала погулять. Так, ладно. Дэнь, может, ты в кроватку мой? Просто все сейчас. Все, что тут лежит. И он все сейчас вот это хочет взять. Так, ты хочешь, чтобы я показала, как я тебя мою, да? Короче, сейчас я делаю кашу теперь ему густую и кормлю его с ложки. Теперь, чем я его купаю? Купаю я его только лепекаром теперь. Я уже кучу всего использовала. Так как мне неудобно его купать и смывать потом чем-то, да? То я вот нашла вот такую находку лепекар. Она достаточно дорогая, но она очень удобная в этом смысле, что ее разводишь в ванночке и купаешь его, и мылишь, и головку, и все. И потом просто, ну, как бы споласкиваешь этой же водичкой. То есть его смывать не нужно. То есть его смывать не нужно. Ну, Дэнь! В общем, пока мы сыну отвлекли ненадолго, да, сын, ты тут вот смотри оттуда, с кроватки. Я быстренько покажу. Еще я покупала эмолиум вот такой вот, да? И вот такой вот липы бейс бейби. И они оба не пенятся. То есть лепекар идет, они дешевле, да? Вот этот 800 рублей, этот стоит 500 с лишним рублей. Но лепекар стоит 1200-1300, но он их двоих стоит, потому что он пенится, как минимум. Вот. А эти просто смягчают водичку, и все, в принципе, ни пены, ничего нету от них. Дальше, дальше. Когда мы купаем тебя, Денечка, да? Попу, чем мы тебя моем? Вот, бюбхен. Ну, это как бы шампунь и для тела, для всего. Я его как бы использую, потому что, ну, я в ванне его не использую, использую только как мыло, вот так вот детское, да? То есть ручки, ножки, попку, сполоснула вот этим. Все хорошо у нас. Когда у нас было апрелоси, еще в самом начале, я использовала вот такой вот бюбхен крем. То есть мне бюбхен очень нравится, и запах, и все. То есть вот, когда покраснения какие-то, знаете, под памперсами. Но от Мериоса вообще не было ничего, поэтому, если вдруг вы пока еще ищите памперсы свои, то вот бюбхен, это под подгузники классно. И вот тоже крем вот такой, это с собой брать в дорогу, тоже под подгузники, очень классно. Вот такой вот. И еще можно намазать что-нибудь, если вдруг обветрились. Ручки, ножки, ну, в общем, с собой его очень удобно брать. Дальше носик, носик, чистим мы носик. Сейчас мы чистим Риностоп, единичка. Это специально для детей. Чищу один раз в день, бывает через день, то есть по необходимости. Прям так не чищу, чтобы постоянно. Здесь, специально для детей, здесь, правда, очень такая мягкая струя. То есть она ничего никуда не попадет, ничего страшного. До этого мы аквалором пользовались, когда нельзя было прям, да, совсем шикать. Хотя, в принципе, ничего страшного. В общем, раньше был аквалор вот такой вот, сейчас вот это и очень удобная штука. Вот это намного удобнее, мне больше нравится. Используем мы... А, ну и все. Так, дальше. Когда у нас были газики, это было давно, и раньше, когда он только родился, я ему каждый день, даже два раза в день, давала эспумизанчик детский. И у нас с газиками вообще проблем не было. У нас было пару раз только проблемы с газиками, да, что-то прям вот мы не могли сходить в туалет, да. И мы использовали вот такую вот штуку, она у нас еще практически вся полная. Там вот такие вот штучки, они очень удобные. Стоит такая штука 915 рублей, здесь 10 штук, по-моему, внутри. Да, 10 штук. Вот такие вот, они одноразовые. Прорезиненные. В общем, очень удобные. Вот, а так у нас не было. Сейчас мы уже эспумизан не пьем уже давно, у нас все хорошо, стул хороший, да. Ага, вот еще бывает, я его смазываю сейчас, да, если что-то, если что-то где-то шелушение. Нам вот таких надавали пробничков, и мне очень нравится. Их хватает даже на два раза. Дальше, дальше, дальше. Бутылочки, соски мы используем. Авентовские. Нам они очень нравятся, они веселые, классные. Сейчас у нас уже от 6 до 18 соски. Так, Дэня. Дэня, 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 Дэня. А, про памперсы я сказала, да, что мне Либера вообще не нравятся памперсы. Они деревянные, и они протекают. Я впервые увидела вообще, чтобы протекали памперсы. Ни одни не протекали. Дальше, что мы одеваем? А, не одеваем. А, вот, когда я выхожу еще на улицу, я беру вот такой вот термос. Он вообще супер-мега классный. Он удобный, яркий, и вообще пригождается все время. Термос для детей нужен. Какой у нас режим? Режима у нас нет. Сейчас я его только приучаю к тому, чтобы... И то, как приучаю. Вы не приучишь. Если ребенок не хочет спать, да, сына? То его никак не заставит спать. Он будет спать, вот так капризничать будет. Говорит, я не хочу спать, я хочу играть и гулять. Единственное, что сейчас я уже подстроилась, и если он встает... Если он встает и будет меня в одиннадцать часов, да, то часа в три сыночка хочет спать уже. Я его кладу спать. Спит он у нас, вот, сейчас проснулся, да, блин, без двадцати пять, но уснули мы полтретьего. Так, мы поспали два... Ну, два часа, считай. Два часа поспал. То есть спит он у меня два часа, и потом я стараюсь его положить часов в десять. Пол одиннадцатого это будет на ночь. Если он ляжет раньше, то он проснется у меня часов в одиннадцать и будет куролесить до двух, до полвторого. Вот. И стараюсь я его, короче, тогда не будить. В общем, вот так вот у нас режим. Встаем в одиннадцать, ложимся в три, спим пару часов, и потом на ночь часов в десять, в одиннадцать ложиться спать уже сам хочет. И тогда это очень удобно. Что касается режима. А вообще не было никогда режима, то есть он мог и до трех ночи со мной не спать, и когда он спал много. Что мы любим одевать? Что мы любим одевать? Когда он был маленький, незаменимый, были вот такие вот костюмы. Только сейчас у нас тепленькие, да? Вот такие. Только, только это. Потому что ничего вот другого вообще просто было неудобно одевать. Все, что мы брали, практически не использовали. То есть вот эти теплые, просто хлопчатые, вот такие классные. И самые лучшие я покупала, украинские. Они, знаете, вот как бы хлопают, и вот в такую дырочку. Вот дома, и все. Вообще супер-мега-классные. Сейчас мы используем такие маечки. Это у нас новый ход такой вот, осенненький. Значит, маленьким девочкам я рекомендую реально покупать вот такие комбинезончики. Можете больше ничего не брать, да? А сейчас мы подросли уже, мне очень нравятся колготочки. Вот такие вот веселые колготочки. Штаники разненькие, как сейчас. И футболочки. Маечки вот такие я покупаю, как я вам уже сказала, да? То есть они вот в такую вот дырочку. Их и под низ очень классно. И, то есть сердечки, полосочки, неважно, ромбики. И вот такие разные футболочки. Классные. И все. Носки я еще сейчас в поиске, но мне советуют в Инчиндеме взять носки. Возьму. Сейчас я взяла в Мазерка. В Мазеркер. Взяла еще, правильно, носки. Тоже их будем испытывать. В общем, обувь первая у нас сейчас появилась. Он пока мне откажется ходить. Но я это все покажу уже в своих общих всех покупках для малыша. Я думаю, что, в принципе, я все вам сказала, да? Если есть отдельные вопросы по уходу за ребенком, вы спрашиваете, что еще. Но, по-моему, я все сказала. Все, что вообще минимум, да? Поспал, режим сказала. Накормили, чем кормлю, сказали. Чем купали, искупали, сказали. Гуляем один раз в день. Бывает целый день гуляем. Что еще? И что одеваем, сказала. Играем в разнообразные игрушки. Все, я ему звенящая. Все, что ему уже нравится, к чему он тянется. Там мышка, пульт, нравились. Я пошла купила ему мышку, пульт. Но ему нравится все то, что нельзя. Ладно, мои хорошие дети, это счастье. Мой сын уже прыгает тут и заявляет «Мама, мама». Сейчас проснулся такой. Смотрит на меня. Я не могу слезать. Смех со слезами. Смотрит на меня. Кто злится? Кто злится? А? Смотрит на меня голосами, как будто 300 лет не видел меня. Я просто смеюсь, не могу. И он смеется вместе со мной. Я говорю «Ешь, давай». Нет, он смеется и смотрит на меня. Все, мои хорошие. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Все вопросы в комментариях, лайки, подписка. Целую вас. Люблю. Субтитры сделал DimaTorzok